Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Поддержите меня все накопило. Мы с мужем и двумя детьми живем на съемной квартире. Месяц назад после развода к нам приехала родная сестра мужа с двумя дочками. Родная сестра мужа развелась со своим мужем и приехала к вам. Старшая ее дочь окончила 5 класс. Младшая в садик ходит. Она сразу устроилась на работу. С работы приходит в 19 вечера. Она мне звонит в 3 часа, чтобы ее дочка забрала пораньше каждый день в садик. Такая наглая. Я поражаюсь. У меня двое детей. Она ночами стирает вещи. Если у меня нет настроения, Муж начинает меня пилить. Почему сидишь в телефоне? Что интересного в телефоне? Может мне развестись? Старшая дочка все рассказывает своей матери без конца ей звони. Нет у нас личной жизни. Сама работаю. Сижу часто на больничном с младшим ребенком. Начали ругаться с мужем. Пока, вообще говоря, только один вопрос. Видно, это может мне развестись, но проблема заключается в том, что я не уверен, что это ваш вопрос. То есть проблема заключается в том, что мне показалось, что это не ваш вопрос, а это федата вашего мужа. Вот что мне показалось. Поэтому я бы сказал, что если это на самом деле федата вашего мужа, то у вас получается вопрос-то и нет. Если у вас нет вопроса, то в данном случае чего вы хотели бы от психологов? Дело в том, что поддержка вашу проблему не решит от слова «никак». это крайне желательно понять, что никак не решит вашу проблему поддержка. Итак, вы говорите, что, значит, вы живете на отдельной квартире и к вам приехала с утра вашего мужа после развода. Как это произошло, что она приехала? Ну, то есть я хочу сказать, что наверняка вы с мужем как-то обсуждали это, наверняка вы с мужем обговаривали это как-то, наверняка вы с мужем пришли к какому-то решению, договорились, вот. Не просто уже так она вот взяла и приехала, правильно? То есть какое-то решение у вас было, очевидно, с мужем. Так что вы решили и как? Белла, вы пишите о том, что она вам звонит, значит, в 3 и просит забрать ее ребенка из садика. Чисто отвлеченно, просьба вполне нормальная, учитывая, что мать действительно может беспокоиться со своего ребенка и так далее. Но важный контекст, то есть почему для сестры вашего мужа является возможным просить вас об этом. То есть в каких вы сне, в каких вы сне отношениях находитесь с сестрой вашего мужа? Судя по тому, что вы называете ее наглой, я могу предположить, что вы подавляете, ну вот, свои чувства и подавляете, как бы, потребность в защите своих личных границ. Вот. Опять же, поправьте меня тут, пожалуйста, если я ошибаюсь, если я не прав. То есть понятна цепочка, да? Вы себя сдерживаете. Злость и... Агрессия никуда не уходит. И выражается вот в том, что вы называете ее наглой. Оно стирает ночами. Опять же... Это вопрос... Больше... Эм... Ну... Коммуникации. То есть если вы не хотите, чтобы она стирала ночами, например, то... Ну... Наверное... Наверное... Ну... Наверное... Ну... Нужно ей об этом... Ск... Эм... Сказать... Эм... Вот... Как вы... Как вы думаете? Щипяйте-то. Сами. Если... Ну вот вас... Эм... Не устраивает что-то. Над... Надо... Надо сказать? Как вы думаете, мне кажется надо, потому что по-другому Проблемы не решить, но вы не говорите, в чем вот заключается проблема на мой взгляд. Что вы не говорите, а помните, что вас волнует? А только влечишь, ну по факту, получается. И это копится, копится, копится и вот в итоге вы уже, если я правильно вас понял, конечно, вы думаете о разводах. То есть, чтобы была личная жизнь, нужно четко соблюдать границы вашей семьи. Для этого нужно, пожалуй, что выступать единым фронтом с мужем. Какое у вас отношение с мужем, и как вы коммуницируете друг с другом, и насколько вы понимаете и чувствуете друг друга. Вопрос. Такие дела. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу, и в первую очередь вам нужна работа с теми чувствами, которые вас накопили, чтобы они вас не разрушали. Дальше уже можно будет смотреть, в какую сторону двигаться и в сторону коррекции. Да, ну, в сторону коррекции смотреть можно будет. Вот. Всего вам самого доброго. Обращайтесь.